Лиза Кроссмит Часть первая. Четверг. Талли. Талли видела, как он бросил рюкзак и перелез через металлическую ограду моста. Внизу бежала серая лента, подернутая зыбью реки Огайо. Из-за дождя и тусклого света Талли ехала медленно. Времени подумать не было. Только остановить машину, открыть окно, с пассажирской стороны и окликнуть его «Эй! Эй!» Возгласы Талли учащались и становились громче. Слева от неё нёсся поток машин. Она вдарила по кнопке аварийки, перелезла через подлокотники, выбралась из машины, на всякий случай оставив пассажирскую дверь открытой. «Эй, я тебя вижу!» «Мы не знакомы, но ты мне не безразличен! Не надо прыгать!» Она говорила громко, чтобы он услышал, но при этом не испугался. Грохотали легковушки и грузовики, грохотал дождь, грохотало небо, грохотал мост, эхом отзывавшийся на стальные звуки, прокатывавшиеся по нему туда-сюда. Грохотал мир вокруг. Он полуобернулся. Его лицо было мокрым от дождя. «Привет, меня зовут Талли», — сказала она. «Не надо этого делать. Давай отвезу тебя куда-нибудь. Могу взять и рюкзак. Тебя как зовут?» Рюкзак трогать не хотелось. Он был темно-зеленый и в грязи. Она протянула руку. «Не трогай», — мягко сказал он. «Слишком мягко для человека, решившегося на прыжок в вечность. К чему этот мягкий тон, когда ты уже в шаге от смерти?» Талли вытянула руки перед собой, будто сдаваясь. «Она не станет прикасаться к рюкзаку. Ну и ладно, считай, повезло. Извини. Давай поедем куда-нибудь и, может, поговорим, или я позвоню кому скажешь. Пошли со мной, найдем какой-то выход». Ее голос как будто взбирался по шатким ступенькам. Лишь сказав это, она вспомнила, что сама — дипломированный психоаналитик. Найдем какой-то выход. А как часто дипломированным психоаналитикам выпадает проводить внеплановые уличные сеансы? На самом деле, не так уж и редко. Но сейчас сеанс шел на мосту. Ей пока не приходилось лишаться клиентов из-за их самоубийства. И сейчас она начинать не собиралась. Этот хоть клиентом не был, но вполне мог им оказаться. Она заговорила с ним, будто так и было. Вместо улицы холодного дождя она представила, что вокруг них — стены ее уютного кабинета, умиротворяющего цвета ляпис-лазури. Генератор шумов, а рядом — ее базиликово-зеленое кресло. Она представила медового цвета блестящий гладкий деревянный пол, убаюкивающий своей замши миндально-коричневый диван. На столе у окна работает масляный аромораспылитель. Лаванда с нотками лимона. Она сама смешивала запахи. Под солнечными лучами в горшках нежится паучник и драцена. Пальмы, монстера, суккуленты, натуральные очистители воздуха. На полках тесно, но аккуратно стоят книги, а на той, что у самой двери, высится соляная лампа с янтарным светом. Она представила кабинет в мельчайших деталях, мысленно перенеслась туда усилием воли, заставила себя говорить спокойным голосом. Приемный по клавишам компьютера, негромко стучит секретарша, булькать стилизованный подскалистый водопад фонтан. Старший брат Тали Леонелл, крутой финансовый босс, выделил ей денег, чтобы всю эту красоту спроектировать с нуля. Это вызвало у нее чувство вины. Ведь ей ни за что не отплатить брату чем-то столь же важным и красивым. Она хотела, чтобы человек на мосту пока не знал, что она психоаналитик с богатым и крутым братом и снимающим тревогу кабинетом. Это бы их разобщило. Пусть он считает ее похожей на себя, думает, что они из одного теста. У нее самой, как и у всех, случались дни, когда хотелось прыгнуть с моста. Просто она еще ни разу не перелезала через ограду. Нет, спасибо. Оставь меня. Вежливо сказал он. Слишком вежливо перед лицом смерти. Он еще не принял твердого решения. У меня тоже бывают паршивые дни. Хуже некуда. Только пережила развод и еще не высохли чернила на документах. Узнала, что пассия бывшего мужа беременна. Я детей иметь не могу, так что это буквально худшее, что могло со мной случиться. Он и сейчас с ней у них маленькая дочка. Переехали в Монтану, поближе к ее родственникам. Ну какая Монтана? Иногда я вообще с трудом вспоминаю, где это. Говорила она, ругая себя за слово пассия. Обычно она старалась его избегать, зная о магии, в которой она слову отказывала. Пассия. С ее змеиными изгибами и придыханиями а-ля Марлин Монро заключала в себе столько драматизма и романтики, что казалось желанной. «Сожалею о том, что тебе пришлось пережить». Он помолчал. «Но в Монтане живет много народу, обычный штат. У меня там друзья». Он резко замолчал. От вежливости ничего не осталось. Он смотрел вниз на реку. Было холодно и становилось все холоднее. Конец октября, ночи все длиннее. От одного этого Таля задавалась вопросом, стоит ли жить на свете. Ведь бог выключает свет. Осень еще ничего, а вот зима. Зима была слишком сурова, чтобы справиться в одиночку. А эта зима будет уже вторую после развода. Джоул проведет ее в Монтане с новой женой и ребенком. «Ладно, конечно, с Монтаной все нормально. Так, а говоришь, у тебя там друзья? Почему бы тебе не перелезть на эту сторону и не рассказать мне о них?» — предложила Таля, приблизившись к нему на пару шагов. Он посмотрел на нее и отвернулся обратно к реке. Она впервые полностью увидела его лицо. На нем были веснушки. Будто кто-то случайно по носу и щекам рассыпал корицу. Сам парень был в куртке того же цвета, что и рюкзак. Джинсы и ботинки темно-коричневые. Он буквально излучал энергию надлома. Она била из него, как из гидроакустического прибора. Плотная волна одиночества. Таля легко понимала эту эхолокацию. Ей и самой одиночество с его волнами не было чуждо. «Давай им позвоним. Уверена, они будут тебе рады», — сказала она, приблизившись еще немного, и полезла в карман за мобильником. «Как их зовут?» — «Я сейчас не хочу с ними говорить. И мне не скажешь, как тебя зовут и как тебе помочь?» «Нет, спасибо». «Ну ладно, хорошо», — сказала она, тыкая в телефон в надежде найти что-то, что могло бы помочь. Она оглянулась на свою машину, увидела открытую дверь, льющийся на сиденье дождь. От уличного фонаря шел мотно-белый свет. Она насухо вытерла пальцы и продолжала тыкать в телефон. «Ты эту песню слышал?» «Я ее обожаю», — сказала она и, прибавив громкость, сделала шаг к нему. Она стояла с безопасной стороны ограды. Он суицидальный. Она сомневалась, что он услышит музыку. Мир вокруг рохотал. Она лишь немного удивлялась, что больше никто не остановился, не притормозил и не окликнул его. Люди всегда считали, что обо всем позаботятся другие. Из телефона доносилась композиция Эндрю Берда, американского инди-рок-музыканта-инструменталиста, певца и автора песен. «A nervous tick motion of the head to the left». Она не обеспокоилась тем, что в названии было слово «нервный». Но в начале песни звучало слово «умер», так что она дождалась этого места и сделала громче, только когда Эндрю Берда начал насвистывать. Это была причудливая композиция, там было много свиста. Она стала просматривать музыканта в алфавитном порядке и, пролистнув Абба, решила, что на песне «I have a dream» с ее полным оптимизмом текстом о вере в ангелов остановиться было бы можно. После Аббы шел Эндрю. Она вытянула руку с мобильником в ту сторону, где стоял парень, поближе к его уху. «Послушай этого музыканта. Это Эндрю Берд. От английского «Берд птица». И свою песню он насвистывает, как птица. Песня красивая, но я не знаю, о чем она», — сказала она. Дождь поливал ее худи, холодную руку, мобильник. Этот человек, как видно, сильно замерз. Даже если он был на мосту не так долго. Она спросила, сколько он уже здесь. «Не знаю». По-прежнему, глядя вниз, сказал он. Она не выключала песни до того момента, когда Эндрю Берд опять произносил слово «умер». Потом опустила телефон в карман. «Уверена, что ты жутко замерз? Здесь недалеко кофейня. Можно я тебя угощу кофе?» — предложила она. А вдруг он убийца? Или насильник. Может, даже педофил в бегах. «Так и не скажешь, как тебя зовут?» «Я представилась, меня зовут Талли». «Талли Кларк». «Нет», — сказал он. Мягко сказал. Мир вокруг жестоко грохотал, но человек говорил мягко. «Тебе не хочется чего-нибудь теплого подержать в руках или выпить? не могу же я оставить тебя здесь. Ни за что!» — заключила Талли. Протяни она руку, и можно было бы до него дотронуться, но она боялась. Ведь он может прыгнуть, упасть, схватить ее и не отпускать, потянуть за собой. Туда она не хотела. «Поставь еще что-нибудь», — попросил он. Талли нашла «Джизус Этсетера» в исполнении группы «Уилко». Эта песня ее всегда успокаивала и протянула телефон мужчине. Так они стояли вдвоем, слушая вкратчивый и томный голос вокалиста Джеффа Твидди. Она сначала обхватила себя руками, пытаясь согреться, а потом просто засунула руки в карман муфту своего худи. «Спасибо». Когда кончилась песня, сказал он, возвращая ей телефон. Она взглянула на шоссе. Вспышки, мерцания мини-фургонов, джипов, грузовиков, легковушек. Ни полицейских машин, ни пожарных, ни одной скорой. Что делать, она не знала. И честно призналась ему в этом. Вдруг ему станет лучше от мысли, что у всех ответов не знает никто. И если он собрался прыгнуть, то уже должен был бы это сделать, так? «Так». «Тебе ничего делать не придется. Все уже сделано», — сказал он. «Что сделано? В чем вообще дело?» «Не знаю», — сказал он. Ей даже стало смешно от того, как это было человечно и искренне сказано. «Я не знаю». Про себя Талли молилась. «Господи, ты нас видишь. Ты нас знаешь. Пусть к этому мужчине придет знание. Пусть он найдет причину остаться. Услышь нас обоих. Пусть у меня это получится. Не покидай нас». Она протянула ему руку, дрожащую, мокрую, холодную. Он посмотрел на нее, на реку. На реку. На нее. Рюкзак лежал у ее ног. Он все смотрел и смотрел на реку. Продолжая смотреть на реку, он взял ее за руку. От него пахло дождем. Его куртка была с капюшоном, который он так и не надел. «Какой смысл, если планируешь скоро умереть? Что мокрая голова для мертвого?» Он поднял рюкзак и пошел за ней к машине. Сел и закрыл пассажирскую дверь. «Сиденье намокло, извини», — сказала Талли, забыв, что он уже и так весь вымок. Она тоже. Она закрыла дверь, пошарила рукой на заднем сиденье. Достала из спортивной сумки полотенце и вытерла лицо. Хотела дать ему, но он отказался. «Так вот, если ты ждал знака, чтобы не умирать, то знак — это я. То, что я остановила машину. Что теперь везу тебя пить кофе?» «Знака я не ждал». «Почему нет?» Талли выключила аварийку и подождала момента, чтобы тронуться. Влилась в поток машин. Возможно, это ужасная идея. Но она уже воплощалась в жизнь. Это было страшно и захватывающе. Сердце Талли замирало, и она сама не понимала, из-за паники или от волнения. «Не хотел я знака», — сказал он. «Но он явился», — улыбаясь ему, сказала она. Наверное, искренне улыбаясь впервые за день. Утром, принимая клиентов, она улыбалась, как и было положено, потом прямо в кабинете, в одиночестве, съела салат с тунцом. После обеда она опять принимала клиентов и перед тем, как уйти с работы, зашла в профиль Джоула в соцсети. Ведь он так и не сменил пароль и, как обычно, пощёлкала по страничке его новой жены. Посмотрела старые фотки её беременного живота и фотки с вечеринки для будущей матери, которых раньше не видела. На одной из них на заднем плане узнала Джоула. Он жарил мясо. У Тали на веранде до сих пор стоял новенький газовый гриль. Джоул купил его, но так ни разу и не воспользовался. Дочке Джоула было почти два месяца, и на одной из новых фотографий с ней его волосы были собраны в хвостик. Долбанный хвостик. Тали захлопнула крышка ноутбуку, закрыла лицо руками, поплакала и ушла с работы. В спортзале на другом берегу реки она пробежала шесть с половиной километров, разочаровав саму себя тем, что не дотянула до обычных девяти или десяти. А по дороге домой она увидела мост. Так она начала про себя называть парня с моста, так и не назвавшего своё имя. Он пожал плечами. Оказалось, в знаки он не верил, хотя она, безусловно, только что спасла ему жизнь. Раньше ей не приходилось спасать жизнь в буквальном смысле слова, и эта мысль её грела. Она посмотрела на него, оценила его профиль. Наверное, его можно назвать симпатичным и дать где-то от двадцати до тридцати пяти лет. «Ты любишь кофе?» — спросила она. Во время терапевтических сеансов она использовала множество разных методов. Комплексные модификации поведения, гештальтерапию, когнитивный. Но ещё она верила в силу простоты. Слушатель, тёплый напиток. Её клиенты охотнее открывали душу с дымящейся кружкой в руках. Иногда, выписывая квитанции на оплату, она испытывала чувство вины, считая, что не сделала ничего, только вскипятила воды. Она везла его в свою любимую кофейню, возле которой она останавливалась почти каждый день. Там было безопасно. Там он её не убьёт, ведь она знакома с Бориста. «Неважно». В его голосе было столько невероятной грусти, что могло остановиться время. «Важно. Ты важен. Твоя жизнь важна». «Да-да», — не сдавалась она в ожидании ответа. Не получив его, она продолжила. «Ну, почти приехали кофейню чуть дальше. Может, ты её даже знаешь. Ты местный? Я не очень знаю, что говорить, так что сочиняю на ходу и сейчас вполне полагаюсь на Бога». «Что, если Бога нет?» Он смотрел в окно, по стеклу, словно нитки бус, ползли дождевые капли. «Тогда я не знаю. Поэтому приходится верить, что есть», — подумала Талли. «Тебя зовут Талли?» — помолчав, спросил он. «Талли. Талли Кларк, сокращённо от «Талула», что означает «текущая вода», «бьющая вода». «Ну, а все зовут меня Талли. Все, кроме брата с семьёй. Те называют меня Лула». Впереди на углу возникла кофейня, на ней светилась зеленоватая неоновая вывеска. Их ждали. Ха. Он повернулся к ней, преобразившись. Улыбка самоубийцы. То ли пугающая, то ли приятная. У серийного убийцы, насильника, похитителя людей, каннибала и некрофила Теда Банди, тоже была пугающая, приятная улыбка. И у серийного убийцы Зодиака. Видимо, и у большинства убийц, в конце концов, попавших в передачу «Дэдлайн». «Красивое имя, но меня зовут не Талула», — заключил он улыбке, как не бывало. Заехав на парковку кофейни, она обрадовалась, что оказалась в людном месте. Сейчас она угостит его тёплым напитком, надеясь по ходу дела больше узнать о нём, разобраться, какая именно ему нужна помощь. А потом она окажется дома и в пижаме, будет со своими кошками, смотреть по телевизору какую-нибудь дрянь, на лице её будет нежная маска из авокадо, в бокале вино. На душе приятно от осознания, что она спасла кому-то жизнь. Припарковав машину, они вошли в кофейню. Он шёл медленно и немного по ковбойски, она старалась идти с ним в ногу. Пока он придерживал дверь, ей удалось рассмотреть его лицо. Ну да, вполне симпатичный. Рост моста был примерно метр восемьдесят, почти как у Джоула. Или ей так казалось? Неужто она помешалась? И каждый встречный теперь будет похож на Джоула? Волосы у моста были растрёпанные. Она тут же представила, как дурацкий новый хвостик Джоула, хлещет её по лицу. Тали заметила, что под байковой рубашкой у него надета белая майка, из-за ворота торчит золотая цепочка. Позже она ещё раз спросит, как его зовут, а может и сам скажет, если его разговорить. С клиентами она применяла один и тот же метод. С теми, которые являлись на час раньше, а потом зажимались, оказавшись в кабинете. Которые говорили о матерях, но не отцах. Которые говорили обо всех, кроме себя самих. Иногда она гасила свет и, если клиенты хотели, включала тихую классическую музыку. Сюиты для виланчели Баха действовали обезоруживающе. Ещё Шопен, Моцарт, Лист и Гайден. Миндаль в чёрном шоколаде и леденцы лежали в вазе из палисандрового дерева, сделанной руками индийских женщин. Она приобрела для клиники несколько таких, а вырученные деньги пошли на борьбу с секс-торговлей. Она дала себе слово пожертвовать на это денег снова, как только окажется перед компьютером. Бедные девочки. А вдруг мост был одним из тех жутких типов, которые девочек покупали? Те парни могут быть где угодно. От этой мысли её мутило. Она считала, что прилично разбиралась в людях, когда полагалась на свою интуицию. Она пристально посмотрела на него, чтобы почувствовать исходящую энергию. Попыталась решить, действительно ли у него лицо человека, хотевшего умереть. У него были добрые карие глаза с красноватым древесным оттенком. Она представила кедр. Это был её любимый аромат. На их последнюю годовщину свадьбы она купила Джоулу дорогой одеколон с нотками кедра. Использовав его один раз, он решил, что не сможет им душиться, так как весь им пропитался. Он потом был везде. Пожаловался муж, и она подумала, в этом весь смысл. Ей нравилось, как от него пахло в тот день, когда он весь им пропитался. Дома до сих пор стояла бутылочка. Стеклянный прямоугольник цвета, освещенного солнцем бурбона. Она хотела бы подарить его мосту и сказать, что аромат кедра подходит к его глазам. Может, он бы понял, что это значит. Может, его чувства тоже питают друг друга. Просачиваются наружу, оставляют следы. Подобно тому, как от дождя она становилась серо-голубой, и как этот цвет отдавался у неё во рту приторным вкусом голубики. В кофейне было тепло и многолюдно. Кто-то уткнулся в мобильник, ноутбук или книгу, кто-то занимался своими детьми, парнем или девушкой, кто-то проводил время с друзьями или просто ел пирожные и пил капучино. Она с удовольствием купила бы ему кофе и перекусить, если бы он был голоден. Были ли у моста деньги? А мобильник? Ну как, выпьешь кофе, я угощаю. Может, хочешь колу или молоко? — спросила Талли, когда они вместе шли к прилавку. Его ботинки скрипели, с рукавов куртки стекала вода. «Я выпью кофе», — кивнув, сказал он. «Чёрный?» Он снова кивнул. Она убеждала себя, что его пугающую улыбку она просто выдумала. Здесь, в кофейне, он её не пугал. Глаза его были внимательные, с морщинками возле уголков. Ему определённо не двадцать, точно за тридцать. Похож на курильщика, хотя запаха не было. Энергия курильщика. Она её хорошо знала. У её мамы был тяжёлый случай. Она не могла даже послать сообщение лучшей подруге Айше, у которой в этот раз с четверга по воскресенье был за городом выездной семинар от Ключка по йоге. Талли раздумывала, не написать ли брату Леонеллу, сказать «привет» и невзначай сообщить хоть кому-нибудь, где она на всякий случай. Но она не могла рассказать ему о масти. Он бы сильно рассердился, говорил бы о её очевидной по прошедшей неделе беспечности. Она приехала к нему, припарковала машину на крутой подъездной дорожке и забыла поставить наручной тормоз. Выйдя от брата, она увидела, что машина скатилась по дорожке вниз, в траву, едва не задев посаженных перед их домом деревьев. «Ты иногда так беспечно!» — сказал тогда старший брат. Но Талли беспечной не была. Леонелл, сам перфекционист до мозга костей, не давал никому права на малейшую ошибку. Нередко мать и брат говорили то, о чём можно было бы промолчать. Обидные вещи. В том числе из-за этого Талли стала психоаналитиком. Чтобы помогать людям быть добрее к себе и к другим. Чтобы сделать мир безопаснее, ласковее для всех. Однажды, когда десятилетняя Талли мирно играла в своей комнате и мурлокала песенку, мама назвала её одинокой девочкой. Она этого не забыла. Зачем было говорить ребёнку эту ужасную вещь? Вдруг кто-то когда-то назвал одиноким мальчиком моста. «Съешь чего-нибудь? Это пойдёт тебе на пользу», — предложила она. У прилавка, поприветствовав бариста, она заказала два кофе. Мост изучал выпечку за стеклом. Не дождавшись ответа, она заказала два традиционных тыквенных пончика. Они были последними. Она заплатила и пошла к специальной стойке с добавками, где налила себе в кофе соевого молока и положила тёмного сахара. Мост шёл следом, они нашли столик. Сидели они в углу, рядом с колонной, обмотанной быстро мерцающими огнями, сияние которых смягчало очертания предметов у людей. Он снял куртку, поблагодарил за кофе за пончик. Рубашка, кажется, не намокла. У него были красивые руки, широкие квадратные плечи. Светлая рыжекоричневая бородка сочеталась с веснушками. Он пригладил мокрые волосы, убрав их со лба, закатал рукава рубашки. Она ждала, когда он примется за кофе. Как только он отопьёт первый глоток, можно начинать. Это был сеанс терапии, знал он об этом или нет. И пусть рассчитывает на то, что она будет задавать много вопросов. Они познакомились при необычайных обстоятельствах. И это их связывало. Он отпил кофе, отломил и съел кусочек пончика. Ел он аккуратно, стараясь, чтобы крошки оставались в тарелке. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Мне нужно принять лекарства». Прожевав и проглотив, сказал он. «Антидепрессанты? Так вот в чём дело. Химический баланс в мозгу нарушен, а лекарство его наладит. У неё были клиенты, переставшие пить лекарства, которые осознавали, насколько им необходимы выписанные препараты, лишь получив серьёзный сигнал тревоги. Стал ли мост сигналом для моста? Она может поехать с ним за препаратом, купить его. «Где твоё лекарство?» «В рюкзаке». Опустив взгляд к ногам, сказал он и продолжал есть. Она последовала его примеру и откусила пончик, полакомиться которым она позволила себе лишь изредка, а сегодня, очевидно, был особый случай. Крошки прилипали к пальцам, она смахивала их на тарелку. «Можно купить бутылку воды и...» «Тебе есть где остановиться?» «Как ты думаешь, тебе не нужно в больницу, могу отвезти». Предложила она. Она могла кое-кому позвонить, у неё были связи. Врачи и пожарные, жившие раньше по соседству. Она могла бы собрать небольшой отряд спасателей, ведь его нужно спасать. «Антигистаминные таблетки. От аллергии». Отпив ещё кофе, пояснил он. «Типа, ну полно, тётя, зачем мне в больницу за лекарством от аллергии?» «Вы сходите с ума, но я в порядке. Пожалуйста, не сходите с ума, дайте спокойно допить тёмный напиток». «Ну, я имею в виду из-за моста. В больницу, потому что ты собирался сигануть в бездну. Вот почему». «Это было тогда. Сейчас всё иначе». «Я всё же думаю, важно это обсудить. Тебе не кажется?» «Я не из этих мест. Моя семья из Клементины», — сказал он. Талли слышала о таком, знала, что это был городок в юго-восточном Кентукки, примерно в трёх часах езды. «Ты наполовину темнокожий?» «Не думаю, что в Клементине много таких, как мы», — подавшись вперёд, сказала Талли. Она никогда раньше не видела таких лиц, как у моста. В нём было намешано много всего, густые, как у Кеннеди, русы и сражены волосы. «Бабушка была темнокожей, и да, ты права. Нас там немного», — согласился он. Её порадовало, что он сообщил ей что-то о семье, и нравилось, как он дул на кофе, и на его поверхности появлялась рябь. Нравилось смотреть, как он доедает пончик. В голове роились мысли. Меньше часа назад этот человек хотел умереть, а теперь сидит напротив и проявляет осторожность, чтобы рот не обжечь. Казалось, он с ещё более нарочитой мягкостью поблагодарил её ещё раз. Его кулон выбился на поверхность майки. Блестящий золотой крест. «Может, позвоним твоим?» — спросила она, достав из кармана мобильник и положив его на стол между ними, хотя и не рассчитывала на согласие. Чтобы он продолжал говорить, ей придётся рассказать о себе. «Моя семья из этих мест и из Теннесси, некоторые из Алабамы. Как у тебя отношения с родными?» «Не люблю такое», — сказал он. «А что, любишь?» «Светские беседы не люблю». «Я тоже, поэтому и спрашиваю о важном, чтобы мы не теряли времени», — сказала она. Уголок рта поднялся и дрогнул. «Люблю эту песню», — сказал он. В кофейне негромко играли композицию Radiohead Knives Out, «Ножи наголо». «Я тоже». «Она меланхоличная, странная», — сказала Талли. «Участие, эмпатия. Обычно это срабатывало. Люди раскрывались как цветы». «Это твоя первая суицидальная попытка?» «Не знаю, что это было, но сейчас мне вроде лучше, трудно сказать». «Лучше? Так быстро?» — она не верила. «Я в туалет». Он встал, взял с пола рюкзак. «Окей», — кивнула она. Когда он оказался за закрытой дверью туалета, она пересела на его стул и принялась рыться в карманах. Чек от покупки куртки, купила её в то же утро. «Что это за человек, который утром идёт покупать куртку, который хочет умереть?» Талли подняла глаза, чтобы удостовериться, что дверь туалета по-прежнему закрыта. Пока тихо. Она нервничала и была возбуждена. Под действием адреналина сердце билось, как у зайца, руки дрожали. Во внутреннем кармане она обнаружила сложенный листок. Записка? Времени посмотреть не было. Она переложила его себе в карман и, снова взглянув на дверь туалета, засунула руку обратно. Опять листок. Ещё одна записка. Она взяла её. Он не мог не заметить пропажи обоих листков, но с этим она разберётся позже, когда сможет в одиночку их прочитать. Может, в них ничего такого и нет. Она пересела на своё место, отпила ещё кофе. Не прошло и пары минут, как он вернулся со своим рюкзаком и сел напротив. «Да, мне определённо лучше», — сказал он. «Я умыла лицо холодной водой». «В принципе, у тебя на лице уже была холодная вода. Дождевая. Наверное, ты права». Среди быстро мерцающих жёлто-оранжевых лампочек мост морочил ей голову. Чуть было не решился на самоубийство, а теперь ведёт себя так, будто всё это пустяки. Она злилась на него. Чувствовала, что их что-то связывает. От этой мысли было неловко. У неё вошло в привычку быстро устанавливать глубокие связи с людьми, с которыми она была едва знакома. До появления навигаторов, указав кому-нибудь дорогу, она переживала, добрались ли они до своего пункта назначения, или в общественном транспорте большого города, не могла удержаться, чтобы не спросить плачущего человека, всё ли у него в порядке. Даже когда все остальные твёрдо решили не заговаривать с этим человеком и не смотреть на него. Время от времени к ней сильно привязывались клиенты. Посылали мейлы и звонили поздно вечером, хотели познакомить её с родными. Она напоминала им, что чёткие границы важны для всех, хотя не признавалась, как тяжело ей было прислушиваться к собственным советам. Сразу после развода Талли немного зациклилась на новой жене Джоула. И дошло даже до того, что она жутко переживала за неё, увидев в соцсетях, что та попала в небольшую автомобильную аварию. Талли без конца проверяла, всё ли с ней в порядке, читала и перечитывала её страничку, хотя та никогда не размещала ничего слишком уж тяжёлого или личного. Рызкая по её страничке, Талли в общих чертах узнала о её жизни. Зациклившись на всём этом, Талли чувствовала себя сумасшедшей. И даже более того, когда всё это началось, она была будто в замкнутом круге, из которого нельзя было вырваться, будто без остановки вращала обруч. «Хорошая у тебя куртка. Похоже, новая». Убрав с лица волосы, заметила Талли. Она понимала, что выглядит ужасно, но ещё не решила, волнует её это или нет. С одной стороны, ей хотелось пойти в туалет, привести волосы в порядок, нанести на губы персиково-розовый блеск, пощипать щёки. Но на прихорашивание времени сейчас не было. Уж точно, пока она пытается докопаться до сути происходящего. Разобраться, помочь и возлюбить ближнего, как самого себя. «Сегодня утром купил», — сказал он. Чек был из огромного магазина туристических товаров «Брентлис». Стоила эта дождевая куртка цвета авокадо ровно 80 долларов. Он заплатил за неё наличными в 9.37 утра. «Ты купил новую куртку, зная, что хочешь спрыгнуть с моста?» — неожиданно для себя спросила она. Она могла и, наверное, должна была сформулировать вопрос иначе или вообще оставить эту тему. Она не хотела его обидеть, но его оказалось обидеть не так легко. Если бы он встретился ей в любой другой день, она бы прокомментировала его способность сохранять спокойствие. Казалось, он никогда ни о чём не волновался. Просто сидел в забегаловке за чашечкой кофе. В обычной байковой рубашке, в крупную красно-чёртную клетку, вполне подходящей для сбора яблок. Новая куртка висела на спинке стула. Ботинки намокли, но высохнут. Всё, в конце концов, высыхает. Всё хорошо. Расслабиться, расправить плечи. «Куртку я купил утром. На мосту что было, то и было. А это здесь и сейчас». Сказал он так, как будто другого ответа и быть не могло. Его миролюбивый вид успокаивал её. Я хотела сохранить это чувство, накрыть его стаканчиком. «Итак, твоя семья из Клементины, а сам ты нет?» «Я там родился». «А с семьёй совсем не общаешься? Нет желания с ними поговорить?» «Сейчас нет». «Окей. Можно спрошу, сколько тебе лет?» «Можно, я спрошу, сколько лет тебе?» Он поднял бровь. «Окей. Не хочешь говорить? Тогда скажи, хочешь ещё кофе?» «Могу заказать тебе добавку, я тоже выпью». Предложила она, взяв его стаканчик, где оставалась ещё половина кофе. «Конечно, спасибо». Оказавшись у прилавка спиной к нему, она пощупала свой карман, удостоверившись, что листки из его куртки были на месте. Она наполнила стаканчики, совершила ритуальные действия у стойки с добавками, отдала ему кофе. Без молока. Её прежнее беспокойство улетучилось. Ей хотелось сложить с ладони рупором и сказать «Вернись» на беспокойный кораблик, потому что так было правильно. И следовало беспокоиться. Неужели она настолько одинока? У неё приличная работа, хороший дом, кошки, родители, брат с невесткой и куча родных и друзей в списке контактов. У неё Айша и шкаф с продуктами. От этого ей было лучше и спокойнее за мир. Когда ушло беспокойство, она ощутила себя безрассудной, и от этого чувства безрассудство только росло, приводя её к самому страшному, самому захватывающему, к ощущению свободы. «Мне сорок», — сев напротив, сказала она. «Мне тридцать один», — сказал он. Дало ещё одну одёжку. Тайля под столом теребила в кармане сложенные листки. Ею завладело чувство вины за то, что стащило их. Нужно вернуть их, это не её дело. «Ух, какой молодой», — сказала она. Жизнерадостно сказала. «Пусть ему передастся». Она исходила желанием познакомиться с ним поближе, распутать то, чем там так туго стянуто его сердце. Мост был ей небезразличен. Как бы там ни было, ему есть ради чего жить. Пусть разобщённая, но у него в Клементине семья. Сам он показался ей умным и интересным. Она из кожи вон лезла, чтобы каждому обеспечить кредит доверия. «Чувствую себя старым», — сказал он. «Я тоже иногда». «Зачем ты меня остановила?» — спросил он. В глазах неизбывная печаль. Как будто на них упала тень, молящие глаза, как у Христа в терновом венце на картине, написанной маслом. «Ты мне небезразличен. Я не хочу, чтобы ты умер. Я так рада, что ты не прыгнул». Он снял со стаканчика крышку, подул на кофе, отпил, поставил стаканчик, взглянул на неё. «Но у тебя было столько шума, я, чёрт возьми, думать не мог». Это было так неожиданно, что Таля залилась румянцем и рассмеялась, закрыв лицо руками. Вуаля! Она знала, что препятствие на пути к самоубийству иногда и есть то, что отделяет жизнь от смерти. Она читала о том, как резко упал уровень самоубийств в Великобритании в результате простой замены в домашних плитах коксового газа на природный, так как нередко самоубийство сводится к вопросу доступности. Она порадовалась, что шумела, чёрт возьми, не зря, сработала. Она припомнила свой благонамеренный, но задуманный на аспексе ансотерапии, за трапезные методы спасения и чуть не поперхнулась. «Осторожнее, а то всё расплескаешь», — сказал он. Почувствовав, что успокоилась, она сквозь растопыренные пальцы посмотрела на него. Он, как ни в чём не бывало, пил кофе, будто ничего не говорил. «Не собираюсь извиняться за то, что тебя остановило», — отсмеявшись, сказала Талли. «Я извинений не прошу. Вот и хорошо». «Что ты теперь будешь делать?» Чуть помолчав, спросил он и, тяжело вздохнув, всем весом привалился к находившейся сбоку стене. Случайный самоубийца, незнакомец, чужой человек. Всё в нём почему-то казалось одновременно и новым, и знакомым, если сопоставлять с мужчинами в её жизни. У моста были небольшие уши, как у отца, её университетского парня Ника. Все трое, мост, Джоул и Ника, имели красивые руки. Мост больше других походил на сказочного дровосека из дремучих лесов, который заблудился и оказался в большом городе. А низким бархатистым темпром голоса он напоминал ей брата. «Что мы будем делать?» — переспросила она. Кораблик беспокойства уплывал всё дальше и дальше, счастливого пути. Его не увидишь, сколько не прищуривайся. Они ехали к ней домой. В машине он больше молчал и лишь отвечал на её вопросы. «Итак, у тебя есть дом, квартира?» «Был. Больше нет, если честно», — сказал он. «И тебе негде жить?» «Я этого не говорил. Только сказал, что у меня нет ни дома, ни квартиры». «А машина есть?» «Ни здесь, ни в этом городе», — сказал он. «Как же ты передвигаешься?» «Нормально передвигаюсь». Он сидел и смотрел на неё, держа на коленях рюкзак. Придерживал его сверху. Страх живо вернулся к Талле, когда она взглянула на тот рюкзак. Вот где у него могут лежать орудия пыток. Верёвки, пистолет, ножи. «Найвз аут». Для кофе не слишком ушледенящая кровь песенка. Припев всё ещё крутился у Талли в голове. На улице совсем стемнело, и всё ещё шёл дождь. Хотя и не такой сильный, как раньше. Субботу Хэллоуин. Что она себе думает? В закрытой машине на пассажирском сидении незнакомец. Она везёт его к себе? Идеальная завязка для фильма ужасов ей удалась. А когда они доберутся до дома, он вытащит из рюкзака то, что бы там у него не лежало, прибьёт её и спрячет где-нибудь так, чтобы никто никогда не нашёл. Родители и брат будут по телевизору умолять её вернуться. Пройдут годы, и брат напишет об этом книгу. Она станет бестселлером, кто-то приобретёт права на экранизацию. Какой-нибудь парнишка из этих тинейджерских фильмов о вампирах сыграет моста и получит Оскар. Брат станет очень востребованным сценаристом и уйдёт из семьи, начав встречаться с молоденькой актрисой из того же фильма о вампирах. Всё это должно было помешать ей привести моста к себе домой. Но не помешало. Она никогда не совершала таких поступков и теперь погрузилась в эту энергию хаоса, с нетерпением ожидая, что ждёт по ту сторону. Мир разевал свою широкую пасть. Происходило что-то совершенно ей неподконтрольное. Талли выдали ключ от клетки со львом, она была внутри и трепала хищника по загривку, глядя прямо в его светлые янтарные глаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова